Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего разговора весьма деликатная. Я сейчас попрошу взять режиссера общий план, чтобы показать всех моих гостей. И сейчас пойдет сюжет, и если бы не они, вот эти люди, я бы такой сюжет не снял. А так, смотрите. Там проспект Ленина, завод Дормашина бывшая. И вот по этой улице, если перейти проспект, рядом, где были гарнизонные бани, вот такой небольшой пятачок, не очень убранный. И здесь каждую субботу в два часа дня голодные люди могут перекусить. ПЕСНЯ Ну вот такой вот стол. Повторите, пожалуйста, чем кормить будете сегодня? Суп, суп из макарон, такой домашний, вкусный. Вот. На второй у нас будет жаркое, с картофелем тоже, с курицей, печенье, узвар. Стараемся накормить Богом людей, чтобы люди не голодали. Сейчас сложное такое время у нас в стране вообще в целом. Поэтому стараемся как-то помогать. Сколько? Спасибо. Сколько один такой обед стоит, если перевести на грим? Ну, не считай. Не считай ли вы? Нет. Честно, нет. Никогда не задавались такой целью. Сколько человек обычно приходит сюда? Ну, по-разному. Ну, человек 15 всегда приходит. Бывает больше, бывает 30, бывает 35, бывает 25. Ну, по-разному всегда. Делаем где-то из расчета человек на 35-40. Я кушать хочу, не говорить. Вот когда покушаю, потом уже поговорить можно. Ну, хорошо. Договорились. Приятного аппетита. Спасибо большое. С кем разговариваю? Меня зовут Валера. Дело в том, что я хочу поблагодарить, во-первых, вот этих вот ребят, которые делают большое дело. Понимаете? Они кормят народ, одежду раздают и так далее. Понимаете? То есть, все красиво, все хорошо. То есть, как бы, не черти шоу там. Наваристо, все хорошо, все это самое. За свои деньги и так далее. У нас никто не делает этого. Понимаете? Никто не делает. Нету социалки такой, чтобы, допустим, можно было прийти по кушке. Вы имеете государство в виду, да? Государство, да. То есть, государство наше. Местные власти, государство и так далее. Понимаете? Очень много. Я очень обижен на наших депутатов местных. Почему? Потому что мне, допустим, вот у меня нет паспорта. Потерян был паспорт. Украли. Не важно. Я приходил к одному, к другому, к третьему. Направляют на 40 депутатов. К каждому, говорит, направляют туда-сюда. Понимаете? Никто не хочет делать ничего. Ага, идите туда, идите сюда. Понимаете? Никто. Меня кидают просто. Здесь, ребята, я еще раз хочу сказать, спасибо большое. Как жизнь, как судьба. Плохо. Почему? Потому что депутаты все врут, обещают, а нифига не получается. А что обещают? Обещают пензи повысить. А где же она повышается? И вот мне пензи не получают, а здесь вот приходится питаться. Да? Да. А где вы живете? Нигде. На вокзале. На вокзале, да. А как так получилось? А вот так и получилось. Риэлторы обокрали. Мы театральная группа «Втык» под руководством Виктора Смирнова. Так. Нам нужно войти в роль, увидеть этих людей, понять этих людей, как-то попытаться. Может, помочь им чем-то. Да. Мы должны понимать, о чем мы сыграем, какие роли. Ага. Есть ты хочешь? Нет. Не хочешь? А чего ты сюда пришел? Я просто беру домой. Берешь что домой? Мама иногда ходит на работу, покупает и готовит дома. А здесь какие-то вещи, ты берешь какие-то вещи, да? Какие ты сегодня взял? А, это папа взял. Это не я, не знаю, какие папа взял вещи. Папа приходит за вещами. А где твой папа работает? Пока мне все на стройке. На стройке? А мама? Мама, она убирает доярышки. Единственное, что осталось, это надежда. Надеюсь на лучшее. Что нам пообещают еще, кто нам что будет обещать. Вот единственная надежда и осталась. Я не знаю. Я учить никого не буду, потому что у каждого своя жизнь. Попадаешь не от того, что ты такой, а потому что есть такие ситуации, когда, понимаете, оттуримаются мы, не зарекаясь. Поэтому такое дело. Мы живучие. Вот так? Ну да, а что же делать? Не помираешь? Живучие. Ну вот, вот такой сюжет. Я вообще пришел туда снимать благодаря Виктору Смирнову, руководителю театра-чтеца «Дарунок неба». Я не знал, что ты, Виктор, занимаешься еще и вот этим, что у тебя направление пошло по этой линии. Не только чистое искусство, не только эстетика, а вот сюда. Вот, пожалуйста, расскажи об этих людях и расскажи, что это за социальный проект, который вы сейчас внедряете в жизнь. Ну, давайте сначала представлю всех ребят, присутствующих в зале. Булат Олег, Елена Бондаренко, в Фейсбуке известно больше, как Елена Счастливая, именно благодаря своим вот таким гуманитарным, социальным действиям. Ну, артистка моего театра Катя Малена-Сижук, артистка театра Аня Романчук и Оксана Высоцкая. Люди, скажем так, здесь собраны все разных направлений. Вы сказали, что вы не знали, что я этим занимаюсь? Нет. В 2013 году уже был в нашем театре проект, тогда он назывался «Обираю життя», тоже о проблеме нашего общества, о женском алкоголизме. Такого же типа проект. И вот это, скажем так, спустя 4 года следующий проект. Скажу, что наверное, Бог сводит так всех, знаете, людей в одно направление. Меня, я очень люблю пьесы Аси Котляр, которые тоже, перед этим я много ставил, «Ангелы не плачут» тоже. Сейчас она как бы поделилась со мной пьесой «Рай на земле», о женщинах-бомжах. Почему «Рай на земле»? Для бомжей рай зимой попасть в больницу, потому что не мерзнуть, не есть что покушать и так далее. И тут вот ругали все депутаты, ну, я вообще-то, я депутат. Ну, так отвечаю, не депутаты. Чтобы меня не ругали, наверное, как бы, да, хочется, и, ну, не только я депутат, как бы, общественный. Этот проект объединил, мы не повестим всех в этой студии, живо, мгновенно откликнулись на воплощение этого проекта глава облсовета Виктория Москаленко, депутат облсовета, глава ОПО-блока Владимир Франенко. То есть, ну, мы только предложили, они сказали, да, что нужно. Объединились, так как это проект объединились художники, Светлана Астасюк, фотохудожник, можно сказать, Павел Кашковский, вот вы телевидение сразу взялись, поддержали, ну, вы же знаете, мы вас не уговаривали, мы только предложили. То есть, это говорит о том, что эта проблема актуальна сегодня, и она давно актуальна. Возможно, нельзя сказать, что она не решается на каком-то государственном уровне. Скорее всего, к ней неправильные подходы, неправильное решение. Вот есть вот вариант решения, вот только такое у государства, а вот варианты, как можно решить это по-другому, вот как раз предлагают вот эти люди, вот Олег, Елена, вот они показывают, что можно сделать. Потому что, по моему личному убеждению, эти люди, ну, я считаю, что бродяжничество, это еще и своего рода диагноз. Общество. Да. Олег. Оксана. Я служитель Центра Победы, Центра реабилитации, Церкви Победы, вот, в городе Николаеве здесь. И мы вот решили такой вот организовать проект своими силами. Мы это все делали своими силами в помещении офиса нашего церковного на Шевченко-71. И потом решили выйти уже на улицу и кормить людей на улице. Какая церковь? Церковь Победа. Вот в городе Николаеве. И вот. И долго вы этим сейчас занимаетесь? Мы занимаемся с августа месяца. С августа месяца, да? До этого мы занимались серьезно, так плотно волонтерством. Мы посещали всех ребят, которые из зоны АТО, они в госпиталях были. Мы носили там фрукты до определенного периода, пока нам разрешали. Это мы делали месяцев 7, так вот 8. Тоже как бы ходили от церкви, общались с ребятами, там как могли помогали, утешали, взбадривали, и так такое сказали, что благодарили просто то, что они делают, атошники. Очень много как бы до сих пор мы общаемся по социальным сетям. А с августа месяца как-то так вот решением, ой, пару, два-три человека, которые загорелись тем, что стали неравнодушны к тем, что происходит, и то, что люди по свалкам ходят, собирают хлеб, просят вот эти нищие постоянно. И понимаем, ну сколько я могу сама накормить, да, ну одного, двух человек. Но когда мы объединяемся вместе, мы понимаем, что мы можем многое. И было решение... Хоть по-немножку от каждого, да? И как-то было решение, допустим, мы сначала думали, просто будем покупать хлеб социальный, просто раздавать людям. А потом другое там предложение, ребята говорят, мы можем готовить. Те там откликнулись, мы можем продукты дать. И как-то так вот, и оно переросло в служение. Там ребята говорили, что 15 человек, у нас было больше 40. То есть, когда мы сделали в офисе... Начало. Просто когда, конечно, когда начались вот эти дожди на улице, мы постоянно меняли место, то в одном месте, то в другом. Люди как бы не знают. И общаемся, и судьбы разные. Там люди, которые и с высшим образованием, и художники, и архитекторы, и вот, как говорится, действительно, никогда не зарекайся, что у тебя все хорошо сегодня, и ты живешь в своей коробке, и все круто. Потому что время такое, как одни остались, потому что кто-то обманул, другой там парень рассказывал ситуацию, что когда была драка, посадили в тюрьму, вышел, оказался без крова вообще, то есть на улице. Это часто. Да, и такие судьбы, и когда вникаешь вот это все, и понимаешь, что то, что ты делаешь, и другой вообще говорит, ты знаешь, Оксана, я прихожу не потому, что я кушать хочу. Я говорю, что вы приходите тогда? Он говорит, у вас такая атмосфера, мне так хорошо, можно я хоть поговорю с вами? И бывает полчаса, я говорю, боже, клонируйте меня, один тянет туда, дай поговорить, другой туда, и даже не за хлебом, просто, можно я поговорю, мне легче, мне легче становится. И понимаешь, что это нужно, это не просто дать хлебом, как Бог говорит, не единым хлебом будет жив человек. Иногда слово, оно помогает больше, чем хлеб. Иногда какое-то доброе, хорошее, такое расположение к человеку, оно поднимает его. Просто когда к личности говоришь, личность, ну как бы уважение даешь, и то, что не безразличны они нам, они это чувствуют. Они откликаются, и реагируют на это тоже. Потому что чаще всего, когда они ходят, их или не замечают, или брезгливо относятся. Ну смотрите, вот сейчас ситуация в обществе, вот я пронаблюдал такой момент, я давно этой пьесой был, как я всегда шучу, я беременный хожу, я давно этой пьесой был беременный, но у меня, наверное, последней каплей было, это сообщение в новостях, по-моему, один плюс один, я не помню о том, что дети убили бомжей, подростки, вот издевались, и просто убили, понимаете, то есть, это значит, мы сегодня в обществе, мы закладываем к своим детям отношение к этим людям такое, что это не люди. Мы сегодня поднимаем тему, что у нас бездомные собаки, это замечательно, это нужно поднимать, да, они кусают людей, мы потом прокалываем 40 дней уколы, но скажите мне, а вот этот слой населения, а разве они не являются еще большими переносчиками заболеваний, туберкулез, педикулез, желтуха, да, скажем, мы почему-то не обращаем, было бы здорово, если бы мы могли, не то что их контролировать, но хотя бы место, где мы могли бы хотя бы, ну, знать об этой ситуации, кто, что и какую-то элементарную, возможно, помощь оказывать, таким же образом, защищая и себя, и своих детей, но самое главное, вот правильно девочки сказали, нужно им понять, дать, что они тоже личности, что несмотря ни на что, все мы, да, кто из нас не без греха, да, кто из нас не падал и не поднимался, хорошо, что там у кого-то есть дома семья, они поддерживают тяжелый момент, а как правило у этих людей, они оставались один на один с проблемами, и они ломались, но часто сломанное, можно опять приживить, и оно будет расти дальше, и очень много там таких судеб, когда мы должны вот помочь их, и поддержать, сказать, что вы все равно значимы, ну, самая ранимая часть, я всегда говорю, самая ударная часть ранимая, это интеллигенция, говорим, художники, архитекторы, это часто непонятые люди, часто люди не готовые к реалиям жизни, к таким вот, вот пенсии звучит эта тема, потому что, ну, с пенсии на сегодня очень смешные, даже просто, аж плакать от этого смеха хочется, понимаете, все вот эти темы, они вот, сказала одна героиня, мы живучие, да, на спектакле звучит эта фраза, мы прям заулыбались, что это наш текст в пьесе, ну, если вы сделаете спектакль, он у вас, я знаю, 5-го числа пойдет в театре кукол, кто-то из них, вы пригласите кого-то из них, или нет, или это, вы знаете, мы думали над этим проектом, вообще, театр кукол, это всего 70 или 80 мест, во-первых, вот это же я знаю, во-вторых, сначала мы хотим, этим спектаклем, обратить внимание наших властей, нашего общества, на эту проблему, мы можем его сыграть, и, возможно, мы потом его сыграем, где-то, до того, что на улице, на улице, на соборной, там, и у нас есть открытые сцены в городе Николаеве, допустим, где это можно сделать, я думаю, что это будет реально, на сегодня мы хотим, вот именно первым днем, вот проекта, представлением, объединить людей, которые могут повлиять на эти события, людей, которые могут помочь нам, исправить эту ситуацию, и сделать какие-то изменения, для вот этих обездольных людей. Здесь, получается, уже две категории, раньше было понятие бомжи, без определенного места, прожил жительство, а здесь, сейчас появилось понятие, малоимущие, то есть, которые не бомжуют, которые, их больше, я смотрю, вы туда и одежду приносите какую-то, и вот, уже члены вашего театра уже сами приносят то, что можно, и еду, и все остальное, Лена, вот давай, ты немножко порассуждай на эту тему. Я расскажу, хочу, как мы познакомились с Виктором Смирновым, если можно, Виктор мне написал, я вообще социальный, ну, христианин, христианское социальное служение у меня, да, я вылаживаю какие-то нужды, люди обращаются, и все люди Николаева, которые подписаны на мою группу, они чем могут, реагируют, ну, как бы помогают, участвуют, как кто может. И вот Оксана попросила выложить пост, потому что в офисе уже нереально было кормить бомжей и малоимущих, вот, потому что, ну, люди пугаются, понятно, что приходят такие... Да, но это неправильно, это офисное помещение, не предназначено. Те же заболевания, которые сопротивляют, никак невозможно. Да, вот я тебя перебью, конечно, вот мальчик, я подозвал его туда, к микрофону, да, он первое, что делает, он тянет мне руку, чтобы поздороваться, видно, ему это надо, ну, что мне остается делать, что, брезговать, да, пожал я ему руку, в конце концов, вымою, это другое дело, но они что, и этого хотят, не только этих шмоточек, не только этой еды, а вот как вы говорили, они хотят быть людьми, вот еще на дне горького, вот сюда это все, правда же пришло? Да, да, я перебил за Элина. Да, и вот так вот получилось, то, что мы выложили пост, что нам нужно помещение, хотя бы пусть оно будет, ну, нормального, чтобы мы могли войти, там, общаться с этими людьми, их кормить, если нужно оставить их на ночь, если нужно помыть, ну, как бы вот то, чтобы тот, да, медицинскую помощь, потому что, ну, некоторым людям иногда реально негде спать, у некоторых насилие в семье происходит, и тоже некуда деваться этим людям, да, и вот они, если бы был такой центр у нас, где мы могли бы им служить. В городе надо такой... В городе, да, да. Ну, вот как он, формально давай скажем, каким он должен быть, этот центр? Какие там люди, сколько, какое помещение, ну, что-то такое должно быть? У Оксаночки есть на это понимание, Оксана? Когда мы думали, то есть офис, который мы арендовали, и, ну, на Шевченко, допустим, да, это очень маленький был, мы думали, думали, как бы хотя бы, чтобы это помещение было от 60 квадратов, то есть это там, где можно, допустим, там сделать кухню какую-то небольшую, и в два, в три раза людей кормить, то есть это как бы наше, наше вот видение, наше представление, наше мечта, да, и наша идея, как бы, и не раз, не раз в неделю, то есть начинать хотя бы раза два-три, то есть чай, чтобы это было, как, допустим, есть в других городах больших, там человек может прийти, попить просто чай и посидеть там с куском хлеба, чтобы это было как бы круглосуточно, и, конечно же, заниматься непросто, потому что люди, как мы говорили, да, они изранены внутри, и, допустим, и некоторые вещи физические мы даем, но есть намного глубже, это наша душа, да, которая тоже, как бы, нуждается в определенных вещах, поэтому мы хотели бы просто с этими людьми общаться, давать консультации, молиться за них, допустим, как-то пытаться вместе проходить какие-то проблемы, и давать, социализировать, помогать, возвращать их в обществе, давать людям, возвращать их в обществе, вернуть их в обществе, они жопают, возможно, помогать с поиском работы какой-то, но главное, первое главное, это все-таки паспорт, да? Ну, да, вы знаете, паспорт, паспорт может идти параллельно, можно человек, сегодня в нашем обществе можно идти работать без паспорта, да, просто давай, ну, если, допустим, мы с вами договариваемся, возьмешь на работу моего парня, я за него ручаюсь, а я пока ему делаю паспорт, многие так сейчас делают, да, вот в этом этапе, но человек, которого я устраиваю, он знает, что он защищен, не паспорт, а порядочность человеческая, вот мы должны им дать понять, что порядочные люди не закончились на земле, что еще такая честность, как бы порядочность, понимание, они присутствуют, не по рангам, а просто по человечности. Все-таки городской совет, ну, и мэр города каким-то образом, надо как-то все-таки вам связывать, вы сами по себе, вы волонтеры, как любители в театре, к примеру, вы сами все равно это, но это невозможно организовать так, чтобы это все равно будет ниже этажом, а когда государство, а вот чтобы, да, мы приглашаем туда Александра Федоровича, Виктория Викторовна будет, пригласили туда нашего губернатора, все власти мы туда приглашаем, чтобы сообща, возможно, тут же после просмотра спектакля обсудить это. Но обращения же были в Урсовет, искали помещение, но то, что дается на балансе, когда ребята наши ездили туда, говорят, не хватит, наверное, ни финансов, ни сил, ни нашей энергии, это весь мусор вытащить, потому что то, что дается, это все, в основном, в ужасном состоянии, то есть мы хотели взять подвалы, допустим, даже, но нас, нас не так много, которые бы, ну, скажем, и средств, и физические силы, и все остальное, это все понятно, что то, что они дают, они требуют аренду, и, самое главное, это аренда, и аренда, и плюс еще, конечно, ремонт, и вычислить. Мы ребятами, мы хотим сделать этот спектакль, и потом, по возможности, выезжать и делать сборы, финансовые, и поддержать, вот, чтобы государство решило вам продавать билеты, не облагало это налогами, и чтобы все эти деньги, можно было перечислить ребятам, которые будут, туда, вот вы еще двое девочки не говорили, я вас прошу, вступите в этот разговор, ваше мнение по этому поводу. Ну, я по поводу волонтерства, ничего не могу сказать, потому что я в этом направлении новичок, и случайно попала благодаря Смирнову, Виктору Николаевичу, я вообще, как бы, для досуга хотела просто в театральный кружок, какой-то, как бы, так, на местном уровне, а все так, видно, может быть, судьба, закрутилась, завертелась, тянулись. И я познакомилась с этим Егоркой, мальчиком, мне очень, очень его, и жаль, у меня ребенок на год старше. Я уточню, что Катя многодетная мама, у нее трое детей. Да, мы будем стараться помочь, хотя бы, как-то, может, какую-то мечту маленькую, он ребенок, он что-то хочет, то, что не могут дать его родители ему. Тебе, может, элементарный мяч, который наши дети, я очень хотела сына своего взять, взять, хотела сына очень, когда мы приехали на инженерную, чтобы он увидел, то, что есть у него, научился ценить, потому что, допустим, мои дети, они, меньше это ценят, то, что есть у них, у этого Егорки, этого никогда, к сожалению, не было. И поэтому, мы бы, может, какую-то мечту, вот он Лего очень хочет, мы завтра поедем, мы вещи собрали, да, собрали ему вещи. О, обязательно снимите хотя бы на мобилку, чтобы мы это могли показать. Мы его мечту, это здорово, обязательно. Он, наверное, не думает об этом, и в жизни никогда бы он от Лего не получил бы. Ну, жизнь такая, мы не знаем, где мы будем завтра, вот, например, я не знала месяц назад, что я буду в этой студии, допустим, что я буду участвовать в театральном коллективе, и познакомлюсь с волонтерами, с такими людьми, поэтому, мне кажется, все это, закономерно, иначе так должно быть. Ну, Аня играет героиню в этом спектакле, причем с трагической судьбой, у нее как бы заканчивается трагическая судьба. Уже какие-то слова наизусть знаешь или нет? Уже все знают. Ну, давай нам, скажи пару слов, так от себя, Ну, у меня такая героиня, она оптимист по жизни, в принципе, вот как и я. Бомж-оптимист. Да, бомж-оптимист. Я всегда смотрю, ну, как бы, с надеждой, вот как женщина говорила, вот есть надежда, я всегда надеюсь на лучшее, вот как моя главная, ну, не главная, ну, в общем, такая героиня Галя ее зовут, она подруга главной героини Регинки, и она такая, она всегда поет песни, она всегда воодушевленная. Две минуты уложишься, чтобы почитать монолог, да? Ну, даже не знаю, какие слова. А вот такие, какие слова. Ну, она больше даже не оптимистка, а реалистка, да, там, хрененьки, вене пенсию дадут, она смотрит на вещи реально. Хорошо, ребята, скажите, как обратить внимание, не просто чиновников и общественности, не просто, это такое собирательное понятие, как обратить внимание, как раз ты же говорил, про тех пацанов, ребят, школьников, которые их били бомжей. Как обратить внимание, как сказать, жили ты такой жизнью, чтобы не стал ты таким. Владимир Владимирович, воспитание начинается с семьи. Мы сегодня должны обратить внимание всего общества и воспитывать своих детей не зверями или не выборочным отношением. Ага, он начальник, я его люблю, а этого я не люблю, потому что он никто, а уважать в человеке человека. По образу и подобию, да, своему я здесь скажу. То есть, такой же, как и ты. Сегодня он упал, завтра он поднимется. Мы не знаем, что будет, но мы должны уважать в каждом. Рожден человек, он для чего-то рожден, не нам решать, какая у него миссия. Поэтому мы должны вот это ценить и вкладывать в наших детей. И лучше их привлекать, чтобы они также участвовали в том, что мы делаем, и тогда для них это уже станет реальностью и естественной, ну, жизнью. Ну, давайте сейчас и закончим. Пока этот разговор, эту часть разговора, потому что, видите, спасибо, что вы меня сюда, я вас сюда пригласил, но сначала аж вы меня позвали туда. Я нисколько не жалею, что я буду вместе с вами этим заниматься. Я думаю, во-первых, тот спектакль, который вы покажете, мы его хорошо будем анонсировать, мы его с ними покажем телезрителям обязательно. и потом продолжим с вами разговор на эту тему. Я думаю, нам есть еще о чем поговорить. Спасибо вам. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова